Услышала, что вокруг стандарта профессия Станислава Орехова ходит и есть негативные какие-то даже отзывы. Не хочу браться и судить, и говорить, что и как. Хочу просто сказать, что дал для меня стандарт профессии. Я в дизайне интерьера нахожусь недолго в этой профессии, около двух лет, чуть больше. И когда я решила переквалифицироваться и пойти на 9-месячные курсы при институте, закончив их, я поняла, что в принципе я ничего не знаю. У меня есть немножко, мы немножко рисовали живопись, у нас был рисунок, нам композиции рассказывали, еще какие-то вещи. Научилась немножко в архикаде работать, в 3D-максе работать. Но по сути и все, я не знала, куда эти знания применить. И для меня было так, что дизайнер интерьера – это человек, который должен знать все. Начиная от чертежей, программ, композиции, и заканчивая самой стройкой. Голова, если честно, была такой огромной, я не знала, где я могу себя применить. И понимала постоянно, что знаний у меня вообще очень мало, и их очень не хватает. А вот, и когда я познакомилась со Станиславом Ореховым на конференции, и когда я узнала о стандарте профессии, прочитала его, сказать, что, допустим, как дизайнер интерьера я уже могла понимать, где я могу реализоваться, где я могу подтянуть, стать, допустим, визуализатором, или стать просто дизайнером, или стать ведущим дизайнером. А потом я могла расти, стать как арт-директором и так далее. Так как я изначально хотела уже создавать свою студию и работать на себя, эти знания я теперь знаю, как применить. Допустим, я знаю, кого мне надо искать, как должна выглядеть моя команда, какие люди мне нужны. Мало того, что процесс дизайна, ну, работы над проектом разбит, получается, за каждый этап может отвечать определенный человек. То есть это такая структура, это такой четкий классный фундамент, который позволяет, ну, очень даже классно и эффективно работать. Поэтому я только за, я благодарна тому, что есть такие люди, которые берутся за это дело. Мне очень жалко, что еще и негативные отзывы какие-то появляются. Никаких минусов я не вижу, кроме того, как только плюсы, плюсы и плюсы. Стас, спасибо тебе, спасибо за то, что ты такой неравнодушный, за то, что делаешь мир лучше, не только красивее своими работами, но и лучше.